Как в Ярославской области привлечь предпринимателей в сферу ЖКХ и с какими трудностями им придется столкнуться? Эти вопросы обсуждали сегодня на заседании Координационного совета по малому и среднему бизнесу при губернаторе. Как рассказала заместитель директора департамента жилищно-коммунального комплекса Марина Уткина, в прошлом году контракты на строительство и реконструкцию общественных колодцев для воды получили 18 малых предприятий. Но пока это скорее единичные случаи. Требования к поставщику услуг жесткие, поэтому основную долю рынка ЖКХ сейчас занимают крупные компании. Но и у них есть проблемы. Согласно ежеквартальному мониторингу, задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями по сравнению с началом 2016 года выросла на 347 миллионов рублей. И по состоянию на 1 апреля составила 2 миллиарда 171 миллиона рублей. А вот в сфере капитального ремонта все иначе упор предлагают делать именно на малый бизнес. В этом году планируют заключить контрактов на 650 миллионов рублей. По словам директора фонда содействия капремонту Олега Нинилина, в августе уже могут начаться торги. Конкурсные правила ужесточили, как отмечают в фонде. Это позволит отсеять недобросовестных подрядчиков и создать благоприятные условия развития в этой сфере ЖКХ малого и среднего бизнеса. Крупная строительная компания пока, скажем так, очень осторожно присматривается к этому рынку, потому что, видимо, проще построить за 200 миллионов один дом, нежели 200 домов отремонтировать по каждой по миллиону. Поэтому в первую очередь мы рассчитываем именно на малое предприятие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова